Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! То, что здесь слегка округло, не обращайте внимания, возраст есть возраст, если я встану, все это уйдет, но не об этом. Я сегодня хотел разобрать две темы. Сначала одну, это сделать третий урок о сознании. Ну вот, я сначала решил почитать ваши комментарии, и мне показалось, что вот она интересная тема. Значит, ответы на вопросы 19 октября. Георгий пишет, когда-то, давным-давно, когда все увлекались уринотерапией, я присутствовал при упаривании, теперь поражаешь, что вы делаете это дома? То есть, в смысле, я делаю это дома? Родственники подвижников в использовании упаренной урины, наверное, сразу поняли, о чем я. Никто не знает, и нигде не говорится, но урина организма перерабатывается несколько раз и выводится только после того, как в ней ничего нужного не остается. Если, конечно, система работает как должно. Ну, давайте по порядку. Кстати, 29 ответов на этот комментарий, поэтому это меня заинтересовало, я решил вот видосик сделать. Смотрите, упаривание. Я лично упаривание делал на электроплитке, которую ставил в сарае, и там я упаривал. Да, был своеобразный запах. Было. Ну, что-то такое критическое, ничего не было. Упарил я в теплое время и на улице, опять-таки, удлинитель, электроплитку во двор. Двор у меня свой, и, пожалуйста, немножечко накипятит. Так что, все как-то нормально. Если же, конечно, это делать дома, ну, здесь я с Георгией вполне согласен. Поэтому, если вы собираетесь упаривать урину, делайте это где-то вот типа нежилого помещения, чтобы у вас все было нормально. Так, никто не знает дальше и нигде не говорится. Ну, как вот никто не говорится? Ну, урино организмом перерабатывается несколько раз. Ну, позвольте себе. Вот для того, чтобы я, знаете, даже не просто, как бы сказать, позвольте себе, позвольте себе. А я вот позволю себе, позволю себе сделать следующее. Я же написал книжку по уринотерапии. Вот она, да? И поехали. С чего я начал? Я начал, что там описывать? Упаривание или еще что-то, или еще. Вот давайте посмотрим оглавление. Смотрите, с чего я начал? Чтоб было как-то понятно. Тема первая. Древние и современные источники мачотерапии. Некоторые люди считают меня таким основателем уринотерапии. Да задолго до меня все это применялось. Как в далекой древности это применялось, так это все и применялось и буквально таки в сороковых, пятидесятых годах прошлого столетия. Причем так капитально использовалось со всех точек зрения. То есть, рассказываем, что это такое. Откуда это все пошло. Далее. И вот далее второе. То есть, я грубо говоря, как бы сказать, рассказал. Можно так, байки. Вот. Никто не знает и нигде не говорится, но уриноорганизмы перерабатываются несколько раз. То есть, я сначала рассказал, как бы сказать, байки от древности до современности. Верим, не верим, там и так далее, так далее. А вот тема вторая. Теоретическое обоснование применения мачи. И первая глава образования мачи и ее свойства. Но уриноорганизмы перерабатываются несколько раз. Далее. Глава вторая. Компоненты мачи и их свойства. Урино перерабатывается организмом несколько раз. Никто не знает и нигде не говорится. Если человек, соответственно, не пытается что-то там искать в этом направлении, да он ничего и не найдет. Но я же нашел. Далее. Виды мачи и их особенности. Глава четвертая. Механизм действия мочетерапии. И вот только после этого идет тема три методики мочетерапии. Которые основаны на механизме действия мочи. На видах мочи. На компонентах мочи. В конце концов, на образовании мочи и свойства. Уриноорганизмом перерабатывается несколько раз. Урино вырабатывается почками. Из крови. Больше никакие органы там по переработке я лично не знаю. Может вы там знаете там. Ну, подскажете. Выработка из крови. Так. И выводится только после того, как в ней ничего нужного не остается. Если, конечно, система работает как должно. Здесь я согласен. Но, тем не менее. Тем не менее. Забывается. Вернее, даже не знается. Самое важное. Это то, что почки. Как бы, как бы, несколько лучше бы вам сказать. Смотрите. Все, что попадает в наш организм, обрабатывается нашей жизненной энергией. И все ткани, особенно жидкостные среды, особенно кровь, они насыщены жизненной энергией. И вот для того, чтобы организм не терял вот эту вот жизненную энергию, это самое основное богатство. Ну, и плюс дальше идут там гормоны какие-то там сбрасываются, там еще какие-то вещества, соли и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, почки, они призваны к тому, чтобы поддерживать определенный состав крови. Ничего лишнего не было, ничего там, будем говорить, недостающего там, чтобы все это держать. Организм не такая, как бы сказать, система, которая там, знаете, все работает. Так вот. И почки, как орган, они как раз стараются удержать жизненную энергию, которая находится в крови. Уже вода, грубо говоря, ну, урина, выходящая наружу, какая жидкость? Она светится. Это называется фосфолицирует, там, ну, примерно так она там называется. То есть, она светится. То есть, вот эта вот как раз энергия заставляет ее вот таким вот образом, будем говорить, вот как-то светиться. То есть, чувствуется по, грубо говоря, стурье, что это несколько иная вода, нежели обычно. Вот почки. Что делают еще почки? Об этом говорили древние. К сожалению, современные люди, ученые, врачеватели, они подходят. Ну, врачеватели вообще подходят сейчас. То, что им дали, то они говорят. А современные исследования, исследователи, они не заморачиваются этими вопросами. Они просто-напросто разложили, что там выходит, какие вещества и так далее, и так далее, и так далее. Их это не волнует. Ну, и давайте дальше. Дальше. Два дельфина ответила. Никто не знает, нигде не говорится. У нас много чего не говорится. А если вы... А вот знаете, очень интересная вещь. Если вы начинаете что-то для себя искать, то откуда ни возьмись, начинает к вам приходить соответствующая информация, соответствующие знания и так далее, и так далее. Ну, я же насобирал... Вот как я, будучи тут, грубо говоря, в степях, в Донских степях, вдали там от Москвы и прочих, 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 я собрал такую уникальную, уникальный материал по лечению с помощью мочи. Современные, авторы и древние. Будете в чем-то работать, к вам придет, это такой феномен. Чтоб вы понимали, что можно использовать, помимо там, грубо говоря, мочи, свой собственный ум. Вы к этому тянетесь? И соответствующее, это начинает тянуться к вам. Так. Вот вам будут все рассказывать. Кому это выгодно? А кто тогда в аптеке будет берет? Так. Вот вам все будут рассказывать. Если вы не спрашиваете, то, естественно, вам никто не расскажет. А если вы будете спрашивать, если вы будете тянуться, ну, я уже на эту тему говорил, естественно, что-то вы узнаете. Далее. Кому это выгодно? А кто в аптеке будет бегать? Ну, это так идет, как бы сказать, соответствующий вывод. Древние считали урину основой всех лекарств. Кстати. Это их, так сказать, высказывания. Ну, дальше. И какая вам, вам-то разница, что чувствуют родственники при упаривании урины? Не вы же слышите запахи? Вам-то что? Читать дальше, читать дальше. Так, смотрите. Значит, конечно, когда человек начинает заниматься такими вещами, как уринотерапия, вот, а тем более упаривать урину, родственники, конечно, мы живем в семье, все это делается на виду, все это понятно, ясно, и, ну, в смысле, для нас, а для родственников это является, естественно, шоком, так скажем. Они вас не понимают. И если особенно вы тут начинаете упаривать, да, запах и так далее, все это будет, все тут Георгий 100% прав. Поэтому, я уже сказал, где это надо делать для того, чтобы, будем говорить, ваши родственники как можно меньше об этом знали, особенно если они вас не поддерживают. И тут интересный следующий феномен. Вот, вы пришли к такому выводу, что вам поможет уринотерапия, вы начали ей заниматься и так далее, и даже видите, что она вам помогает. Другие же люди, видя, что вы болеете, и так, вот к врачу тому сходи, вот сюда сходи еще, что-то там купи и так далее, знаете, вот такие вот советики дают. И, естественно, человек сначала пройдет этот круг современной медицины, аптеки и так далее, и, к сожалению, ничего не получит. И вот когда, после этого он начинает уже сам заниматься уринотерапией, а родственники скажут, ну вот, вот ты такой, сякой, этакий. А вы им ответьте, слушайте, я по вашему совету, я вот сделал то-то, 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 то-то. Если вы не можете мне помочь, то не мешайте хотя бы, вот так вот им и скажите. Я буду заниматься там, чтобы вас не тревожить. Я понимаю, что да, это несколько, какие-то неудобства. Отстаньте от меня, я уже все прошел. От вот этих, знаете, сожалений и прочей, 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 охи-ахи ничего не дают, только сбивают. Вот так надо отвечать. Поэтому не надо вот что-таки говорить, не вы же слышите запахи, вам-то что. А есть что. Поэтому я уже высказался на эту тему. Так, и потом, откуда вы знаете, как проходит этот процесс дома? Может порой выводится через трубу наружу с помощью специальной вытяжки. Но если человек сам живет в вытяжке, но даже если, смотрите, человек сам живет там, допустим, в каком-то доме и так далее, я уже как человек в этом деле опытный, я иногда проходил по улице, это редко, конечно, было, я чувствовал, что, оп, потянуло, где-то тут упаривают урину. Я уже знаю. Да более того, я ехал в, там, по-моему, автобусы или троллейбусы, и я почувствовал специфический запах упаренной урины, который человек там натерся. Он специфически так пахнет. Тоже-то это было, поэтому тогда ходите, в конце концов, если уж так. Далее Георгий отвечает. Вы спрашиваете, какая мне разница, что чувствуют родственники при упаривании урины. А как же совесть? Да хотя бы, ну, вот насчет совести, насчет всего вот этого я уже высказался. Что? Как это надо делать? Дальше. Да хотя бы, как же правило общежития, в конце концов. У меня с Георгием прав. Вот это самое. Согласен. Это что за эгоизм? Или показуха, мол, чтобы весь подъезд знал, что я великий подвижник? Совершенно, как бы сказать, обоснованная рекомендация. Я отвечал на все это выше. Далее, значит, два дельфина. Каждый понимает духовный рост по-своему. Согласен. Для меня уровень духовности определяется еще и теми нравственными качествами, которые позволяют лезть в чужую личную жизнь. Не, ну, позвольте, тут два дельфина. Позвольте, позвольте. Если вы действительно тут упариваете урину в многоэтажном доме, даже на балконе, если вы это делаете, то почему другие должны как-то дышать вот этими парами, которые они там не хотят и так далее. Еще раз заговорю. Удалились где-то в сарай, чтобы это самое, и на дачу. И сделали. Сделали. Вам хватит этой упаренной урины. Грубо говоря, если вы 4 литра мочи собрали, упарили до литра, вам этой мочи хватит. Особенно для наружного использования. Надолго. Так, откуда вы знаете, как относятся к этому родственнику? Это не ваше дело. Так, это во-первых. Но, это вот так вообще говорится. Я так понимаю, что Георгий столкнулся с тем, что это крайне неприятный процесс. Естественно, неподготовленные люди, они не готовы с этим мириться. Так. Это во-первых. Так. Во-вторых, я уже писал, что есть специальная вытяжка. Ну, ладно. Если специальная вытяжка, и никто ничего не знает, не понимает, но это другое. Это, знаете, как примерно вот заниматься производством каких-то веществ в домашних условиях. Запах там стоит, то есть, допустим, самогон делается или еще там что-то такое. Ну, кому-то хорошо, кому-то не особо. Это надо понимать. Люди разные. Так. В-третьих, сами читайте внимательно книги и не учите других. Так. Толку с того, что вы их прочитали. А пишите об Урине такую ерунду. Ну, это... Я бы не сказал, что это ерунда. Это, ну, как бы сопутствующее. Вот мы все разбираем, как бы сказать, вот я разобрал лечебные свойства, как там применять. Одно, существуют и другие аспекты. Кому-то не нравится, что вы там натерли с уриной и так далее. Ну, много чего не нравится людям. Поэтому не усугубляйте вот эти вот межличностные отношения. Это я просто вам советую. И опять-таки со своего собственного опыта. Жена от меня не отвернулась. Теща от меня не отвернулась. Родители от меня не отвернулись. Дети не отвернулись. Друзья не отвернулись. Я занимаюсь потихоря всю эту делу. Не выкладываю, знаете, вот это вот, как вот это вот, радужные эти ребята. Вот, по радам там я иду, я такой-сякой. Вы занимаетесь и не афишируйте. Так. Можно читать книгу и не видеть фигу. А можно брать знания. Речь идет просто о том, что вот запахи разного рода и прочее-прочее, они несколько... Да, кстати, вот в связи с этим, я, знаете, вспомнил, когда я работал на первом канале, ну, было такого, то у меня был продюсер, то есть человек, Марина, которая как раз всей этой программой заведует. Под ее началом были редактора, потому где-то 4 бригады редакторов, человека по 3 в них было. Ну, они делали программы. Так вот, у этой, Марины, была бабушка, которая жила там в одном из курортных городов. И что? Она сама, эта бабушка, была начальником военного госпиталя во время войны, который ездил вот этот, раненых и так далее, начальником поезда. После войны она стала директором санатория, большого санатория, где там лечились такие знаменитые там и важные люди. И вот после того тот человек с высшим образованием, медицинским подготовленным и подготовленным прочитал мои, значит, книги и начал заниматься улинотерапией, знаете, так, так как она одна жила, то она вот примерно на всю катушку тут, как включила, и упаривала, и так, и сяк, и пятое-десятое, вот. Насколько это ей помогло, я не знаю, но прозанималась она хорошо. Что Марина сказала, после того, как она, допустим, бабунька, это уже от стадости там померла, что, ё-моё, всё провонялось вот мочой, из-за того, что она то делала, всё делала, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. К тому, что кому-то это, грубо говоря, помогло, а для другого человека это вот какая-то, будем говорить, неприятная вещь. Вы лучше, чем состязаться с подписчиком, берите у них опыт и сами работаете, то, как будто вам делать нечего, не согласны с методиками. Ну, тут идёт речь не о согласии с методиками, речь идёт о другом. Ну, вот как-то, вы же понимаете, о чём речь идёт. Что тогда вы делаете на этом канале? Ну, несколько, два дельфина тут. А тут речь о другом идёт. Так, включился Вадим Лагрин. Ну, во-первых, упаливать можно и летом, на улице тепло, открыли, настишь окна и вперёд. Днём я дома один, да и процесс упаливания занимает полчаса. Ну, не нравится тебе запах капни любого эфирного масла, хоть апельсин или розы, проблема решена. Зато, как польза от упаливания, можно и на дачу упаливать, было бы желание. Совершенно прав, Вадим. Ну, родственники, говоришь, родственники не представляют, как их мама или папа мучаются от болезни. Какие боли испытывают? У них один ответ, больничка, там тебе помогут. Сейчас, ага. Ну, вот это. На улице, тепло в сарае. Всё. Вот тут так. Дальше, Вадим Лагрин, а ещё можно замораживать, при этом вообще запаха не будет. Ну, знаете, это интересная, конечно, вещь, вот замораживание урины. Я как-то попытался что-то попробовать. Ну, не до конца этот процесс отработал, замораживание. А вот, а вот, упаривание, да, я упаривал. В этом процессе я знаю толк, что, что, как. И, возможно, даже всё-таки упаривание лучше, нежели замораживание действует. Но это можно сравнить, попробовать. Далее, Вадим Лагрин пишет. Можно и так зимой? Делал, правда, давно, особенно на кожу лица. Реально омолаживает. Меня одна кассирша в магазине всё допытывала, требовала пенсионную скидку. Да какой ты пенсионер, а вот тебе пенсионная справка. Почему молодо выглядишь? Ну, для кожи, очень, кожа, она оказывается, как защитная, значит, покрывала, можно так, оболочка. Она содержит, как и кора, кстати, деревья, это же тоже защитная оболочка. Она содержит очень много солей. Если этих солей недостаточно, то вот кожа плохо держит воду, поэтому она сушится, морщится и прочее, прочее, прочее. А когда достаточно солей, и, кстати, одни из лучших кремов, которые, которые делаются, вот, они содержат, да и другие, мочевины. Мочевина как раз содержится в упаренной урине, да и в простой мочевине. И она, урина, очень, очень хорошо действует на воду. Кстати, гханабати, гханабати, ну-ка, сейчас я вам покажу. Гханабати, вот, вот это вот лекарство из мочи коров, произведенное в этой самой, в Энде, то есть, коровы, которые пасутся на зеленых руках, можете даже посмотреть, вот видите, какая она. Вот такие вот шарики делают. Пахнет, пахнет, знаете, приятно. Такой специфический аромат, но он приятный. Он, он, он никаких дурных запахов не содержит. Вот, я вот, кто-то мне дал, я это все имею и показываю. Дрит ков урины. Значит, 30 таблеток, что это можно применять и так далее, и так далее. Вот оно, лекарство из мочи коров. В Индии, значит, корова священное животное, и если она действительно пасется на, значит, на свежей травочке, вот с нее и делают вот такие вот лекарства, которые также считаются очень и очень полезными. Так, это разобрали. Георгий пишет, так, на улице упаривать милое дело, да и быстрее процесс пойдет, а то, что дома никого нет, так запах в стены, ковры, вещи впитаются. Вот тут я совершенно согласен. Это раз, что он впитается. Более того, у меня иногда случалось так, что я этот процесс не успевал отконтролировать, и у меня выпаривалось больше, нежели положено. То есть, оставалась не одна четвертая, а она практически сгорала. Вот тут запах, когда она выпаривается практически все, это в такой едучии. Я такого запаха, знаете, крайне-крайне редко встречал. Кроме как от этого, знаете. Как от этого? Ну, вспомнишь, скажу, короче. Это нечто такое. Это уже все. Если она у вас вот так вот сгорит, вы туда не войдете в течение, наверное, месяца, если не больше. Так, может и после проветривания и не будет чувствоваться, но на подсознании удомочаться дискомфорт все равно будет. Они почувствуют, они почувствуют, что тут был какой-то процесс и так далее. И если хотите с ними поругаться, пожалуйста. Особенно с теми, которые не понимают, что вы делаете, пожалуйста. А упаривать и зимой можно еще быстрее получаться, только розовое ветро надо учитывать во избежание, так сказать. Ну, я уже рассказал об этом. Вадим. У меня с этим нормально. Лето кончилось, запас уридный создан и не пахнет ничем. Плюс, понимающая жена, ковров у меня особо нет. Ну, видите, это уже пошел такой разговор. Разговор, как бы сказать, лишь бы ради разговора. Так, два дельфина. На открытом огне, на даче хорошо. Ну, вот я не знаю, как там на открытом огне, я на электроплитке, там можно выбрать, знаете, в зависимости от подачи напряжения, ту или иную температуру спирали. И она у вас будет выпариваться, знаете, медленно. Именно выпариваться, а не бить ключом. Потому что она, когда начинает еще бить ключом, там появляется пена, пена-то побежала, ай, и так далее. Ну, кто упарил, тот знает. Поэтому должна, знаете, вот таким вот, как бы сказать, она парит, парит. Но еще ключа нету. Вот это самое важное. Так, Георгий. Чтобы сделать достаточную вытяжку, нужны или значительные деньги, или много времени и умения. Да и соображать нужно хоть немножко. Женская заботливость и нетерпимость в наше время стала невыносимой. Полная отсутствие самокритики, не имея аргументов, как обычно, переходит на личности. Так, а вот тут еще другие ответы есть. Ну, это уже так просто, знаете, лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы. Далее. Далее Георгий продолжает. Понимающая жена, не всем так везет. Насчет мужей и жен. Вот, да, бывает так, что вы с человеком особо не познакомились. Ну, это бывает по причине вашей молодости. Как бы сказать, а, любовь, то, сё, пятое, десятое. А потом чувствуете, да, у этого человека, у вашего супруга или супруги характер. И мировоззрение далеки от вашего. Что полнейшее непонимание, отсутствие такого. Поэтому просто-напросто прекращайте брак. Для того, чтобы найти подходящего супруга или супругу вовремя. А не то, что, вот, там, 20 лет, как будто, это, срок какой-то отмотали, а потом разводитесь или ещё там хуже. Всё-таки, ну, старайтесь вот эти вот ошибки признать и решать быстро. Ну, ну, не получается. Я хочу урины упаривать, а ты хочешь загорать. Не получается. Нету денег для загара и здоровья. А тебе надо даже, там, здоровый человек был. Ну, и так вот. Ну, это как можно туда переложить, так можно и сюда переложить. Так, два дельфина пошли. А мужская злобливость. Ага, зачем цепляться к автору канала? Ну, он не зацепился так. Ну, высказал своё мнение. Это вообще-то нормально. Как-то это тоже надо, знаете, принимать без таких, как бы сказать, ну, не так болезненно. Что за манера общения к тому, чьими трудами пользуетесь? Ну, видите, опять-таки, каждый человек по-разному вот это всё оценивает, что, чё и так далее. Некрасиво, бестактно, неуважительно, зачем троллите, а ещё расшуждаете о совести и самокритике по поводу вытяжки. Не волнуйтесь, кому надо тот ум приложить и сообразить, как это сделать. Так, Георгий, уважаемые, вы не внимательны. Чьими трудами пользуетесь? Этого я никогда, тем более сегодня, не пристал. Надо заметить, что все великие учёные не с нуля начинали, а брали за основу труды своих предшественников. Поэтому ваша агрессия, мой адрес, да ещё с цитатами, ещё ждал сообщения, говорит, много раз зарёкся спорить женщину, и опять на те же грабли. Якобы вы переборщились с уринотерапией, надо сделать перерыв. А, явно, вы переборщили. Ну, вот, опять-таки, я хотел вчероначально сделать рядосик по работе с сознанием для школы духовного и физического совершенства. Вот эта вот вся переписка, она, допустим, даже не столько о буринотерапии, как о человеческих взаимоотношениях. И из неё видно, насколько, кого она волнует. Уже по одному этому можно судить, какие у вас имеются изъяны в сознании, что вы вот так вот это всё восприняли и так далее. Начинаете, будем говорить, спорить с друг другом. Так, дальше. Я написал. Кто вам говорил, что дома? Это я отвечал. Электроплитку во двор, сарай вперёд. Ну, это два дельфина. Там всё время об этом толком. Человек рвётся в открытую дверь, делает проблемы на голом месте. Но я бы не сказал, что на голом месте. Просто действительно есть люди, есть люди, которые вот так вот в многоэтажном доме вот это всё и делают. я как бы сказать, ну, сталкивался с этим. А там уж кто как воспримет. было. Было, да, конечно, было. Далее, два дельфина. Да, да какая агрессия, ну, что вы, под фразой, чьими трудами пользуетесь, имеется в виду. Совсем не то, что вы думали. Никто вас не обвиняет в этом. Пользуйтесь трудами. Это значит здесь, читать труды автора, применять описанные методики, получать результаты с помощью для своей, с пользой для своего здоровья. Как я поняла, вы читаете эти книги, возможно, и применяете на практике полученных знаний, которые в виду вам пользу. Ведь так, так или этак, ну, идёт так. Вадим Лагрин. Два дельфина. Знаем. Дальше. Вадим Лагрин. Георгию. Какую выберешь? Георгий. Лагрин. Вообще-то, от жены вред здоровью. Всё жарено, куча мяса и так далее. И тому подобное. Живот вечно рождутый, как барабан. А тут погрыз недоваренные картошки в мундире, заел капусткой, и поскакал по жизни с прилипшим к позвоночнику животом, как молодой. А это, смотрите, опять-таки, мы вот с вами вроде бы рассказываем о различной методике, разбираем и прочее, прочее. А всё начинается с нашего сознания. Можно и одному жить. Можно, да. Понимаете? Можно. А можно выбрать себе, вот действительно, знаете, не жену и не мужа, хотя это очень хорошее, прекрасное понятие, а выбрать себе спутника по жизни. вот именно спутник по жизни, чтобы у вас, ну, какие-то разногласия там были насчёт, допустим, и оздоровления, но они были несущественные. чтобы супруга, она как-то понимала здоровый образ жизни, как-то старалась в семье его более-менее там наладить, поддерживать и так далее. чтобы она занималась, чтобы она занималась, вот я не знаю, что эту целебную кулинарию, для кого? Это для семьи, это для супруги, это для мамы, это для бабушки, это для дочки, в конце концов. Хотя и для мужчин это. чтобы они понимали, как содержать свою семью в здоровом состоянии, чтобы вместе идти по жизни и наслаждаться друг другом, общением поддерживать. Ведь семья, вот, говорит, эта ячейка общества, это такая ячейка, которая вот первоначально, чтобы вы шли по жизни. Это умение идти по жизни сообща. И первый это, естественно, мужчина-женщина. И далее возникает семья, дети, и так пошло-пошло-пошло. Вот. Ну и, естественно, чтобы вы друг друга понимали. А так, конечно, вы не понимаете. Я и таких людей встречал сколько угодно, да, там. Вот. И смотрите, что тут еще, исходя из этого. Вот. Все жарено, куча мяса и так далее, и тому подобное. Живот вечно рождут и как барабан. Стоп. Стоп. Ну да. Вы знаете, вам, будем говорить, вот что-то там выкладывают. Тем более, на домашнем столе что-то там выложивают. Но вы, понимая, как надо питаться, вы можете даже не тянуть там жену или там мужа, а это самое. питаться самостоятельно, что я хочу к этому жареному мясу, допустим, зелени, большой салатик, вплоть до того, что совместно делаете и так далее. То есть, с человеком, с любым человеком, для того, чтобы он вам стал каким-то другом, а не врагом, надо, некоторые говорят, надо уметь договариваться, надо уметь совместно жить. Надо уметь, будем говорить, обмениваться опытом, обмениваться вот этими вот эмоциями, чтобы человек от вас чувствовал какую-то поддержку, вот так, вот так, вот так, а не то, что мне вот это, мне вот так и так далее, и так подобное. Нет, так вот, тут, конечно, СМИ не будет, это не то. И тогда вот, и мяса будет меньше, больше будет зелени, и живот будет нормальный, и вместе будете заниматься, и будете друг другом любоваться, и так далее, и так далее. То есть, это уже, вот, совершенно иные отношения, которые, которые надо, надо это тоже решать. То есть, в здоровом образе жизни, они должны так же решаться, а не то, что я делаю уклизму, чистую печень, там, занимаюсь унинотерапией, голодаю, и так далее. Вот. Пару из недоваренной картошки в мундире, заел капусты, подскакал по жизни. Видите? Согласно, побуждение номер два, это продление рода, это забота о родителях, это, значит, любого там, дружба. вот если этого, по этому побуждению, у вас, знаете, не все в порядке, то, вот этот даже здоровый образ жизни, он может не дать того положительного, что, что может дать, просто, знаете, вот, хороший семейный микроклимат. Так, Георгий пишет, два дельфина, за исключением случайных гостей, все мы тут фанаты Геннадия Петровича. Ес! Светоч есть, Светоч. Причем уже десятки лет, да, мы с Георгием переписываемся много лет, он уже нам как родной, и, конечно, книги про штудированные от корки до корки, многое опробованы, каждый применяет то, что его душа принимает. Само чтение книг ГП еще в те давние времена давало что-то такое, что не выразить словами. И я вот как раз вот этим вот видосиком я тоже с вами беседую, чтобы вот эта беседа, она была такая мирная, она была такая, знаете, вот духополезная, чтобы вы как-то несколько на обычные вещи в своей жизни посмотрели несколько бы по-иному. Чтобы это подвигло вас к тому, чтобы как-то там измениться для себя, не для кого-то, а для себя. Ведь важно мы занимаемся в жизни, вообще-то, мы занимаемся чем? мы занимаемся для себя всю жизнь, чтобы стать лучше. И если с нами живут другие люди, значит, за счет того, что мы сами с собой занимаемся, мы становимся лучше для них. не надо быть эгоистом, мы считаемся с другими людьми. Как правило, мы отбираем тот круг людей, друзей, вообще общаемся, которые близки нам по нашему менталитетом. Два дельфина, да-да, и насчет жены, я с вами согласен, только жены разные бывают. Люди разные бывают, и поэтому я только что сказал, окружайте себя теми людьми, которые вас понимают. Если они вас не понимают, это жена или муж, да побыстрее с ними расставайтесь. Вот мое мнение. Несмотря на то, что жилплощадь может одна, на что дети появились, или еще там что-то такое вот, делиться надо, но я думаю, что это вот вовремя разделаться с неудачным браком намного важнее, нежели терпеть друг друга ради жилплощади, детей и так далее, так далее, так далее. Знаете, жизнь какая-то пойдет такая скомканная, да, грунтая. Так, Георгий отвечает два дельфина. Насчет Джона это, конечно же, шутка, когда же нас заботится о своем муже и кормит его со всей любовью, с доброй душой, это прекрасно, а здоровое питание это отдельная тема. Хорошо, как-то, как-то, конфликт сначала как бы развился между посетителями канала, а потом все-таки, как бы сказать, люди начинают одуматься. Знаете, вот тут очень интересно наблюдать за первой реакцией. И вот тут-то, вообще, это очень полезный видосик, вот тут-то, смотрите, вот вы общаетесь с человеком, и у вас первая реакция какая-то, негатив и так далее, и так далее. А потом, как бы сказать, у вас включается самоконтроль и так далее, вы, а, что вообще-то там ругаться. Но вот это вот у вас все должно в самом начале включиться и контролировать вас, а что вы говорите, что вы пишете, что вы делаете, чтобы потом, знаете, не выруливать из этой ситуации. Ну, я так думаю. Так, два Дельфина, Георгию. Есть жены, которые организовывают в семье разумное питание по возможности. От женщины вот здоровье семьи, ну, это, может быть, зависит на 90%. Если умная, грамотная женщина, то у нее все в порядке, с мужем в порядке, она, как бы сказать, его, знаете, как ракета-носитель, который вводит его на орбиту, свою семью и так далее. И за счет поддержки, и за счет питания, и за счет многих, многих вещей. Но это искусство, семейная жизнь это искусство. От этого зависит здоровье всей семьи. Да. Кстати, вот я своей жене, вот сейчас мы, я, она, кот, собака. Вот, по вечерам я ей делаю массажик ступней ног. Вот она попросила сегодня там спинку помять, я ей там помял спинку там. Такой массажик она не слишком жесткий так любит. И вот, как-то ей это нравится уже, грубо говоря, чуть ли не каждый день, хотя и бывают перерывы, когда она не хочет, я, значит, вот это, ножки помял, то есть все, ну вот, лучше стало. Так, два дельфина Георгия, есть жены, которые организуют семей, это значит питание по возможности, здоровье всем семей. Да. Вообще иногда быть голодненьким полезно даже, когда заработаюсь на даче и пропущу прием пищи, то чувствую, что это еще и к лучшему. Ну, так. Читаем дальше. Георгий дельфинам дает совет, могу дать совет, не увлекайтесь случайным голодом, должно быть запланировано и осознанно. Ну, почему? Есть такие моменты, когда действительно человек там заработался, то есть его пятое-десятое, и это идет не в напряг ему. То есть организм как-то сам чувствует. Если человек заработался, ему захотелось есть, да, покушать его. А если он заработался, да, и есть особо не хочет, ну, значит, тут как-то все в порядке. Я, к примеру, сознательно уходил на работу без завтрака и не обедал, только ужин. И так несколько лет подряд, и все было в порядке. А вот вынужденный, незлопланированный голод может привести к неустойчивой работе нервной системы. Знаете, какая тут правда? Здесь правда следующая. вот человек, вот возьмем дельфина. Человек заработался и он как-то и забыл об этом питании, то есть у него все нормально, ему не хочется есть. И прошло. А вот здесь у Георгия человек сознательно настраивается на голодание. Это тоже очень важно. Он морально себя подготовил, так, 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 я голодаю, вот у меня система выстроена, и организм вошел в эту систему и так далее. И если что-то вне системы, организму надо объяснять, вот в данном случае, что слушай, я вот тут голодаю, ну так вот получилось, что наши клетки, вот будем говорить, они едят постоянно, хоть и голод идет и так далее, просто из других источников. И тут важен, важен вот соответствующий настрой. То есть есть и такие, человек он спонтанно сутки отголодал, да и ничего. А есть вот именно надо настроиться на голод, значит, подготовить себя, выбрать время и тогда все нормально. А не запланированное вот так вот, это вот особенности. Особенности вашей психики в основном. Так, Георгий, ну может быть, два дельфина отвечают. Подсоединяется Вадим Лагрин. Георгий, какое упрощенное понятие о жизни? Жена питается как ей нравится. Я стараюсь питаться правильно, подчеркиваю, стараюсь. В принципе, церебрное питание поддерживать, навязывать спины рта, пользу питания зож, не хочу. Было у меня такое в прошлом. Вот видите, а Вадим уже, можно так сказать, ожогся. У жены иное представление, и она может быть здоровым человеком, и нормально, и вот как она питалась, как родители там питались, да и нормально там все у нее. То есть, разница в мощности пищеварительных систем огромна. И одни вот так вот питаются и ничего не чувствуют, а другим надо вот, вот. Поэтому, поэтому, опять-таки, вы это должны понимать и не ломать другого человека. Объяснить, показать, там, рассказать. ну, если он, он понял, он все, говорит, нет, ну, я пока к этому не подошел. Ну, не подошел, не подошел, что его так-то там нагибать. Если хотите, поругаться, разрушить себя, да, пожалуйста. Так, Вадим Лагрин, готовый обычно сам, у меня домоработница нет, жена на работе. Да, она, знаете, вот, то есть, вообще, здоровое питание, оно довольно-таки простое. Оно не требует каких-то особых, там, затрат, вот это вот, что надо там жарить, это там, надо очищать, это парить, это варить, это еще что-то и так далее. То есть, можно все это делать самостоятельно и ни в чем себя не не это, не ущемляя. Григорий. Так, ну, все правильно вы делаете, но при этом время ваша жена уже по возрасту и по состоянию здоровья опасно будет навязывать экстремальные способы оздоровления. А не надо ничего не навязывать, никакие вот эти экстремальные способы оздоровления, например, голод. Пройдет еще немного времени и вы будете каяться, что не были настойчивы в убеждении и взор. Но надо понимать и принимать человека, что там ключ аута, замена двигателя, масла в двигателе, отвалите. Значит, смотрите, надо понимать и принимать человека, не осуждать его. Вот. Да, всяко и придет и такое время, и у вас, и у нее. Но постарайтесь вот это совместное время, которое у вас имеется, воспользоваться им. Вот, грубо говоря, знаете, вот сейчас я сижу, вот воспользоваться вот этой вот молодостью, воспользоваться вот этой вот, как бы сказать, энергетикой, воспользоваться вот то, что это дает нам время, чтобы его не упустили, чтобы вы как-то сплотились. Вот это основное. А, ну, питание, вот сегодня жена жарила картошки. Вот я что-то захотел на картошку, ну, ну, давай картошечку сальцом. Жарили сальцом, покушали, как один прием пищи, и нормально, все, никакой тяжести, ничего там нет. Естественно, сала немного, картошки тоже не могу. Так, в совести, знаете, есть что-то деструктивное, даже дьявольское. Она начинает говорить, когда изменить уже ничего нельзя. А вы, вот, еще вот это вот понятие совесть, 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 здесь не столько совесть, как, знаете, якобы вы виноваты. Вы объяснили, разъяснили, показали, так далее, так далее, так далее, без навязывания, ну, приняли так, приняли, не приняли так, не приняли. Живете, и вы принимаете, что уход из жизни это нормальное явление. И что его тогда винить, чтобы вы могли кого-то удержать, и так далее. Человек получал свой собственный опыт, будучи рядом, живя с вами, супругой, или супруг, он получал свой собственный опыт. Он его получил, жизненный цикл окончился, вы ему говорили, говорили. все. Отпустили, ну и good boy, my love, good boy, и все. Радуйтесь вот этой совместной жизни, которая сейчас есть, и ни в коем случае себя не укоряйте. Видите, какая интересная у нас бесседа идет, да? так что не надо себя винить, делать виноватым. Вот это вот тоже такое качество нашего сознания, которое вот якобы оно положительное, на самом деле ничего положительного нету. Ну вот ничего нету положительного. Вот в данном случае корить себя за то, что вы не настаивали, чтобы этот человек, грубо говоря, выживал там капусту с морковкой, чтобы он прожил дольше, чтобы он прожил дольше и ругался с вами. Вадим Лагрин, так, Георгий, опять 25, я же говорил, я свое питание не навязываю, зачем мне ссоры в семье, ругань? Правильно? Ни к чему это, только собственным примером. Неправильное представление о совести, великолепном, я только что рассказал, а Вадим зрелый человек. У вас лад должен быть в семье, вот и все, вот и все, да. Хорошо как! Охо-хо-хо! Охо-хо! Продолжение следует...